Давайте мы спросим у господина Долго. Пожалуйста, значит, как вы представляете себе организацию муниципальных выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик? Без чурла. Петр, у меня такое впечатление, вы, наверное, плохо готовитесь к программе. По-моему, этот вопрос был актуален в марте прошлого года. Я с марта его задаю. С марта. Так вот, сейчас не март, а февраль 2015. Но вы готовы ответить на вопрос, который я вам задал, кстати? Вы жили на другом конце Донецка, в противоположном аэропорту. Она была обстрелена в воскресенье и ночевала в этой гостинице. Попала лично под минометный обстрел украинской ДРГ. Вот это то, что предшествует минским переговорам. Вы говорите о том, что Европа заинтересована в мире? Нет, Европа не заинтересована в мире. И давайте отделять руководство европейских стран, госпожу Меркель, господина Оланда, от, собственно, населения европейских стран, которые, безусловно, заинтересованы в мире. И давайте вспомним о том, что у нас в ополчении воюют интернациональные бригады. Давайте вспомним о том, что под боком у госпожи Меркель, которую вы считаете, может быть, объектом, объектом и так далее, находится 100 тысяч американских солдат. 25% американских военных баз за рубежом находятся в Германии. Что Германия, локомотив Евросоюза, это оккупированная страна. И если вы хотите узнать, как в Донецке, в Луганске, в других наших городах относятся к сегодняшним переговорам, когда называют «нормандская четверка», там четверо лидеров, для нас лидер там только один. И фигура, которая внушает уважение всем жителям Новороссии, Донецкой и Луганской народной республики, это Владимир Владимирович Путин. Именно на дипломатическую поддержку Российской Федерации надеются люди в Донецке и в Луганске, которых постоянно обстреливают, ежедневно, ежечасно. И я хочу еще вам сказать, что когда вы говорите о том, что Меркель, Алланд, они способны принимать самостоятельные решения, не способны. Про Меркель я вам уже сказал. Скажите, кто мешает господину Алланду? Совершенно справедливо к Саве Морозу сказал. Кто мешает Алланду сейчас проявить действительно субъектность и отдать России Мистрали? Показать, что Франция, как страна, как государство, которым он руководит, является договороспособным партнером. Мистрали не отдает, но поехал в Минск, что-то там показывает себя договороспособным партнером. Точно такой же управляемый американскими человеками. Я хочу наконец сказать по поводу поставок оружия. Вот Майкл Бом, мы с ним пересекаемся часто на эфирах, он постоянно вот поставки американского оружия. Я прекрасно понимаю, что, наверное, вам часть зарплаты, которую вы там в ЦРУ получаете, платят лоббисты американской военной машины. То есть те, кто производит летальные и нелетальные виды оружия. Я хочу сказать, что американское оружие на Донбассе у украинской армии и у карателей уже есть. И мы помним прекрасно, когда наша армия освободила Донецкий аэропорт от украинских фашистов, мы нашли там все эти М-16, М-4 и так далее, и так далее. Откуда там американское оружие, слушайте, ну откуда оно там? Потому что вы уже поставляете, потому что вы там обсуждаете, нами не обсуждаете. Но я хочу вам сказать, и, в общем-то, я думаю, что ополченцы со мной согласятся, что американские танки будут гореть на Донбассе. Точно так же, как украинские, если вы нам будете их поставлять. Потому что вы не найдете дураков, которые сядут в эти американские танки и поедут на Донбасс. Мобилизация ваша, ваша. Потому что Украина полностью управляется Соединенными Штатами Америки и вашими коллегами. А теперь, после того, как, Константин, вы обратились с этой речью к Майклу. Мобилизация-то сорвана? Константин, Константин, я повторяю свой вопрос по поводу муниципальных выборов. Ответьте, пожалуйста. Это вопрос, господин, да богу. Устраивает ли вас такое решение, как компромисс, как некая автономия? Я не знаю, как что. Вот вы, что думаете по этому поводу? Донбасс никогда не станет Украиной, и никаких муниципальных украинских выборов там не будет. И когда говорится о том, что давайте разведем, вы что нам предлагаете, бросить Донецк? Я не уйду из Донецка. Я там лягу с автоматом, погибну. Не уйду. Выходите 70 километров отвезти нашу артиллерию тогда. Куда отвезти? К контрольно-пропускному пункту Успенка, там, где граница Донецкой Народной Республики с Россией, да? А что, Донецк оставить, чтобы вы туда зашли со своим американским оружием? Представьте себе, если в Минске сидят... Наша принципиальная позиция. Давайте по очереди, пожалуйста. Принципиальная позиция. Это прекращение огня. И мы, когда заключали Минские соглашения, мы же выполняли все. Мы отводили тяжелую артиллерию. Мы не открывали огонь. Но нас продолжали обстреливать. Продолжали гибнуть мирные люди. И начиная с января этого года, рождец, вот нечисть, она же активизируется, да? Вот в святые праздники православные. Просто эскалация каждый день. Каждый день все больше, больше, больше. Вот когда случилась трагедия на БСЭ, когда украинские фашисты расстреляли транспорт с людьми, 13 человек погибло. А у нас такая трагедия сейчас каждый день, суммарно, да? Вот такое количество людей. И я хочу спросить вас, где были американцы, где был ваш Обама, где была ваша Меркель? Абсолютно управляемая Соединенными Штатами. Где был господин Алант, который поднимали абсолютно лицемерную табличку Яши Орле. А почему же они не вступили за десятки тысяч погибших мирных граждан на Донбассе? Потому что абсолютно наплевать вам, европейцам, управляемых штатами, на жителей Донбасса, которые сейчас там гибнут ежедневно, ежечасно. Потому что вы нас считаете люди второго сорта. Но я хочу сказать, что я хочу разграничить европейские правительства. И американское правительство, от народа Соединенных Штатов и народа европейских стран. Они не хотят войны. Они не хотят. И они сейчас приезжают, антифашисты, со всего мира сражаться в рядах ополчения. Против таких, как вы, разжигателей войны. Против тех, кто зарабатывает на войне. Против американской военщины. Против украинских фашистов и фашистов других мастей. Против interests дома. Противski21.